Очень насыщенный день сегодня у российских паралимпийцев. Проходит соревнование сборной по конному спорту. За выступлениями следит Алина Гелёва. Алина, приветствую. Все ли довольны своим выступлением или самокритики пока ещё больше? Да, Леша, здравствуй. Мы сейчас сами всё узнаем. Вот отстартовали паралимпийцы, вот вышли мы из Манижи. И рядом со мной Марина Виноградова. Вот сейчас я присяду так. Марин, ну вот как вам такая альтернатива паралимпийским играм? Вот такие домашние условия, скажем так, здесь, в родном Подмосковье. Что скажете? Ну вообще, конечно, мы очень рады любым соревнованиям, а этим особенно. Конечно, приятно, что о нас позаботились и организовали нам такие соревнования. Потому что непопадание в Рио, конечно, для нас большая трагедия, разочарование. В принципе, было на тот момент, потому что мы были на сборах в Германии. Ежедневные тренировки, подготовка, собратья себя и физически, и морально в один большой кулак. Естественно, мы готовы были, мы ждали, мы надеялись. Мы не верили до последнего дня, до последней минуты, что нас на самом деле всех отстранят. Вот. И, конечно, там в Германии было большое разочарование. Но когда мы услышали, что наш президент собирается для нас организовать такую домашнюю мини-паралимпиаду, мы все воодушевились, обрадовались, приехали сюда и продолжили тренировки. Конечно, на тренировке нам оставалось уже поменьше времени, нужно было собираться как-то. Вот сегодня у нас был кюр, это фристайл. Это свободный такой стиль под музыку, да, насколько я знаю? Да, там есть обязательные элементы с усложнением программы, свободными элементами какими-то. Вот. Но, конечно, в принципе, я довольна сегодняшним своим выступлением. Но, если честно сказать, некоторые элементы получились не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, от волнения, потому что все равно, мне кажется, какое-то волнение он все равно присутствовало. Ну, да, волнение присутствовало, и поскольку сейчас и неделя такая напряженная у нас всех была, вот. И, конечно, хотелось, всегда хочется выступить лучше, а уже по факту после проезда, вот проезда, понимаешь, вот здесь можно было доработать, вот там вот додержать, вот здесь немножко приотпустить. Но это все по факту выясняется. Вот. Иногда бывает на разминке лучше какие-то элементы получаются, а выходишь в манеж, едешь в свою схему, и они не выходят так хорошо, как были на разминке. Варина, ну вот, получается, я, может быть, ошибусь, если да, поправьте меня. Вы, получается, с двумя другими спортсменками, Натальями. Это впервые, когда вот нам дается путевка в Рио, да, в конном спорте на Паралимпиаду. Я права? Да, вы права. Впервые в истории российского спорта, да? Да. Дело в том, что впервые в истории Паралимпийской выездки получилось так, что три спортсмены получили свои именные лицензии на Паралимпиаду в Рио. И тем самым, то есть, мы смогли создать такую композитную команду, ну, то есть, не из четырех человек, а из трех. Да, и имели право выступать и командный приз, и личный приз. И, соответственно, по итогам мы были уверены, что мы попадем вот в фристайл, в кюр. Ну, вот еще такой момент. Очень многие говорили о том, что не исключен был Латави Рэд, что у нас мог бы быть российские финалы там, что вы фаворитки, одни из самых тоже лучших могли бы быть. И вот вам же предложили выступать под флагом, получается, Паралимпийского комитета, но вы отказались. И так, я права? Да. Нам первоначально, когда еще была непонятная ситуация, отстранят ли всех спортсменов, нам и как бы предложили под Паралимпийским флагом выступить. Но мы, может быть, это будет пафосно как-то звучать, Мы патриоты своей страны, и на самом деле, благодаря нашей стране мы достигли такого уровня мастерства, благодаря тому, что паралимпийский конный спорт, вот в частности, выездка, ну, как бы, она единственная выездка, она стала развиваться в последнее время. И мы, получается, что за несколько лет с 37-го командного международного места поднялись до 9-го. То есть был колоссальный скачок, и все это не просто так произошло, а потому что именно, давайте скажем так, Россия, наша страна, стала на нас обращать внимание, и стала быть заинтересована в нас, стала нам помогать. Марина, спасибо вам огромное. Вынуждена вас отпустить. Сейчас уже с минутной минуты будет награждение. Вам огромное спасибо. Сегодня день действительно у паралимпийцев насыщенный и тяжелый, но все равно, скажем так, очень они пообщались мы за кулисами с другими паралимпийскими спортсменками. Довольно таким вот событием этим сегодняшним днем, то что устроили такой домашний, скажем, домашний такие соревнования и домашний олимпиаду. Леш, тебе слово. Да, спасибо огромное, Алина. Алина Гелева с конных соревнований паралимпийцев. Субтитры создавал DimaTorzok